Здравствуйте, меня зовут Павел. Я занимаюсь машинным обучением в компании Serverflow. Мы не только представляем серверы и оборудование, но также исследуем практическое применение моделей и формулируем рекомендации по их использованию. В этом видео я рассмотрю новую модель от OpenAI – GPT-OSS, и поделюсь своим мнением и о качестве, выделив ключевые достоинства. После очень длительного ожидания, OpenAI наконец выпустили языковые модели с открытыми весами, первый раз после GPT-2. Они называются GPT-OSS 120B и 20B, и рассчитаны быть очень эффективными и умными моделями с хорошим качеством для своего размера. Для их запуска достаточно всего лишь одной видеокарты с 80 ГБ видеопамяти для 120-миллиардной модели и 16 ГБ для 20-миллиардной, что намного лучше многих других моделей по объему. OpenAI утверждает, что по качеству фундаментального рассуждения, 120B модель почти наравне с GPT-O4 Mini. Сейчас, как никогда, большая конкуренция между различными LLM. Грок, Клод, выпуск многочисленных соток китайских моделей, таких как Квен, Кимика-2, ГЛМ, и на OpenAI очень много давления выпустить качественную модель. Множество людей говорят, что модель совсем плохая по качеству и бесполезная, но это не совсем так. У нее есть свои плюсы и применение. Давайте разберемся. Один из самых больших плюсов такой модели – это то, что OpenAI использовали тоже постобучение с RL от своих самых крутых моделей. То есть дополнительный этап, который обучает модель хорошо следовать инструкциям, правильно пользоваться сторонними инструментами и просто удовлетворять пользователя понятным общением. Благодаря этому модели есть три различных уровня рассуждения для возможности выбрать правильный под вашу конкретную задачу и тем самым оптимизировать время ответа. Так можно использовать низкие резины для применения в RAC, но при этом поставить высокие для написания кода. Определяется это в сообщении к самой модели в системном промпте, либо она сама это определяет, если он не предоставлен. Модели также поддерживают цепочку мыслей Chain of Thought и вызов различных инструментов. Обучали их специально на данных с фокусом на STEM, программирование и глобальное понимание мира и логики. В этом видео я сфокусируюсь на обзоре GPT-OSL 120B, запущенное через Alamo на сервере с одной NVIDIA H100. И для визуализации я буду использовать интерфейс OpenWebUI. После обширной работы с моделью для разных задач, от дебаггинга проблем в коде и математических задач, до креативных сочинений и мотивационных писем, у нас получился список особенностей этой конкретной модели. Во-первых, она действительно очень хорошо решает математические и теоретические проблемы. Возможно, это как раз потому, что недавно модель от OpenAI смогла решить задачи на уровне золотой медали на Международной математической олимпиаде, тем самым зафиксировать свое качество. Мы же проверяли ее на сложных задачах и дискретной математики, математического анализа, и она очень хорошо себя показала. Далеко не все модели умеют правильно решить, так еще и хорошо объяснить такие задачи. Можно заметить, что у GPT-OSS то, что она старается почти все свои утверждения четко формулировать как леммы и теоремы и доказывать их. Даже когда просят решить сложную задачу по олимпиадному программированию, то она старается доказать корректность каждого хода, что вообще очень хорошо и очень радует, ведь это правильный способ. Второе. Ее действительно просто понимать и общаться. По сравнению, например, с Grog, который пишет очень точный, но душный и подробный отчет, который надо долго читать и вникать. Эта модель пишет в понятном виде, с очень большим количеством сегментации, вставок кода для понимания и bullet points. Выглядит буквально как мои заметки в Obsidian. Мы даже начали говорить, что у этой модели есть DWG, так она действительно очень сильно все перемешивает и записывает в произвольном порядке. Что, кстати, подтверждает один из бенчмарков. GPT-OSS хуже всего в плавности перехода в предложениях, темпе изложения, последовательности голоса и хуже всего в избежании чрезмерно образных и перегруженных выражений. То есть текст слишком вычурен, перегружен метафорами, прилагательными, пышностью, что немного мешает восприятию. Но у этого есть и проблема. Если посмотреть бенчмарки, то видно, что в креативном написании модель достаточно плохо себя показывает. Мы проверяли на задачах по написанию сочинений на различные темы, и получилось не сочинение, а очевидный ответ GPT с bullet points, заголовками, больше похожее на summary темы, чем на креативное сочинение. На просьбу написать мотивационное письмо модель выдала нечто более похожее на резюме с опытом работы, перечислением каких-то метрик и так далее. Чуть раньше я говорил про возможность изменения уровня рассуждения. В тестировании, в особенности в задачах по программированию, мы получали очень плохие результаты, если не указывали системный промт для использования максимального резининга. Без него модель не могла написать хороший код, он не компилировался, или при дебаге она рекомендовала далеко не самое оптимальное решение, когда было очевидно простое прямо перед ней. Также модель плохо следовала ТЗ. Например, на задаче написать простой сервис сайтом для бронирования аудиторий, она реализовала только backend с API и вообще не написала frontend, хотя мы напрямую просили написать именно сайт, что она сама четко подтвердила, когда у нее уточнили. Также она не написала никакую защиту этого API, все было в открытом доступе. А на дебагнике неправильных версий пакетов она заявила прямую ложь и предложила вместо коррекции ее же версии пакета переустановить весь питон. Код на Rusty от нее не компилировался, а для сложной задачи по программированию она решила просто выдать код, который ничего не делает, и выводит входные данные в ответ. Скрипты на башню тоже не всегда смогла корректно написать. Задачу мы тестировали на множестве модель. GPT-4O, O3, Clot-4 и Grog-3, и большинство смогли их решить, хотя ближе всего был Grog. Но еще один очень большой плюс. Лицензия Apache 2.0 позволяет многим компаниям добучать эту модель под свои конкретные задачи, опираясь на ее хорошее фундаментальное знание мира и использовать ее для коммерции. Важно, что это не должна быть новая Sota LLM, которая побьет Grog, Clot и другие лидирующие модели. Поэтому она не выигрывает на всех существующих бенчмарках. Но зато она дает отличное соотношение цена-качество, и еще хорошо себя показывает в конкретных сферах, пускай проигрывает в некоторых других. Ее основные области включают в себя брейншторминг, ресерч конкретных тем, оптимальный запуск для системных задач по типу RUG с низким резинингом и решение сложных теоретических задач.